При изучении кинетики и механизма электрохимических реакций, большое значение имеет структура границы раздела между электродом и раствором. Поскольку переход электрона из металла на находящуюся в растворе частицу или обратный процесс, которые протекают на границе фаз, зависит от того, как построена эта граница. Сегодня мы начнем рассмотрение явления адсорбции. Адсорбция представляет собой изменение равновесной концентрации частиц по мере приближения к границе раздела фаз вследствие энергетически неравновесного состояния частиц на поверхности и в объеме раствора. Адсорбция может быть положительной и отрицательной. Адсорбция 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 Положительная адсорбция наблюдается в том случае, если концентрация частиц увеличивается по мере приближения к поверхности. В случае выталкивания частиц из объема на поверхность, так ведут себя гидрофобные органические вещества в водных растворах, которые нарушают водородные связи между молекулами воды в объеме раствора. Выигрыш в энергии за счет восстановления этих связей при переходе органических молекул на поверхность служит причиной их выжимания из объема раствора. Другой возможной причиной положительной адсорбции является притягательное взаимодействие между поверхностью электрода и частицами раствора. Это взаимодействие может быть чисто электростатическим. Например, катионы притягиваются к отрицательно заряженной поверхности металла. Или специфическим, обусловленным более сложными, например, ковалентными силами взаимодействия поверхности металла с адсорбированными частицами. Если концентрация частиц убывает по мере приближения к поверхности, то адсорбция называется отрицательной. Отрицательная адсорбция может быть вызвана или втягиванием сильно сальватированных частиц с поверхности в объем раствора или отталкиванием ионов от одноименно заряженной поверхности электрода. Первый эффект приводит к заметной отрицательной адсорбции только в концентрированных растворах. В то время как отталкивание ионов от одноименно заряженной поверхности электрода вызывает существенную отрицательную адсорбцию и в разбавленных растворах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok